МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжается эфир самого крымского мире радио Крымреалии. У микрофона все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в ВИР по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали! Тема дня. Ущерб аграриев от весенней засухи составил более 1 миллиарда рублей, заявляя глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. С чем связаны такие убытки? Только ли с климатом или с отсутствием водоснабжения? Может ли ущерб от засухи вырасти еще больше? И есть ли способ исправить ситуацию на полуострове? Таким вопросом будет посвящен наш сегодняшний эфир. Цитирую Сергея Аксенова. Около 100 тысяч гектар практически выгорело. Зерновые в основном. Как только сделают заключение, смогу назвать точный ущерб. Конец цитаты. По мнению Сергея Аксенова, аграрии полуострова понесли эти убытки из-за недостатка осадков весной. Ранее он обещал выделить российскому министерству сельского хозяйства Крыма 3,5 миллиарда рублей. При этом Министерство сельского хозяйства России снизило прогноз по урожаю зерна в стране на 2018 год до 105-110 миллионов тонн против 115 миллионов тонн, о которых ведомство сообщило недавно в национальном докладе. Цитирую. Конец цитаты. Цитирует информагентство Прайм, директора департамента растеневодства Министерства Россельхозполитики России Петра Чекмарева. По словам Чекмарева, экспорт зерна из России в 2018-2019 году может составить 35-40 миллионов тонн. Ранее министр сельского хозяйства Республики Крым подконтрольный Кремлю Андрей Рюмшин заявил, что сельхозтоваропроизводители в этом году серьезно пострадали от засухи. Он добавил, что проведение работы по снижению зависимости от последствий прекращения функционирования Северного Крымского канала и использования альтернативных источников водоснабжения является ключевым направлением аграрной политики Крыма. В Российском министерстве сельского хозяйства Крыма признались, что всего 11% азимовых культур находятся в хорошем состоянии. На рабочем совещании министр назвал и другие довольно тревожные для отрасли данные, сообщают новости Крыма. По его словам, ситуация на полях становится все сложнее. Небольшие дожди, которые прошли накануне, существенным образом не повлияли на посевы и не спасли их от засухи. На 42% площадей, засеянных азимами, посевы находятся в слабом состоянии. На 2% они фактически погибли. Что касается яровых, ситуация еще хуже. 60% культур находятся в слабом состоянии. Не исключено, что в некоторых регионах аннексированного полуострова может быть введен режим чрезвычайной ситуации. Наиболее тяжелое положение в Красногвардейском, Советском, Первомайском, Раздольнинском, Дженкойском и Красноперекопском районах полуострова. По информации Украинского центра управления испытания космических средств, по состоянию на 2017 год в сравнении с 2014 годом, общая площадь покрытых здоровой продуктивной растительностью участков Крыму уменьшилась почти в 7 раз. А объемы выращивания зимых культур на территории Крыма за тот же период сократились на 85%. С нами на связи Татьяна Адаменко, начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины. Татьяна, здравствуйте. Доброе утро. Итак, Крым, миллиард рублей убытков. И Сергей Аксенов, ничтоже сумняшся, заявляет, что надеялись на дождик в мае, а дождика не было, и вот поэтому 40% озимых и 60 яровых под угрозой. Вот вы нам скажите, действительно ли настолько сельское хозяйство в Крыму сейчас зависит от погодных условий, и как с этим дело обстояло раньше? Ну, территория Крыма всегда была подвержена капризам погоды. Это Крым относится к зоне недостаточного увлажнения по климату, так как и наши южные области, остальные это Херсонская, Запорожская, Одесская. К сожалению, на данный момент метеорологических данных из Крыма у нас практически нет. Поэтому объективно я буду не в полной мере. Но по аналогии с той ситуацией, которая сложилась в южных областях, в Одесской, Херсонской, Запорожской, в многих районах Николаевской области, действительно ситуация сложная, потому что в апреле практически не было дождей, и наблюдалась очень высокая температура воздуха. То есть температуры воздуха в апреле соответствовали тому температурному фону, который, как правило, отмечается в конце июня-июля. То есть растения испытали настоящий тепловой удар. Это отразилось на развитии, то есть началось преждевременное прохождение фенологических фаз, и растения просто не успели сформировать продуктивные стебли, что, естественно, скажется на урожае. Это прежде всего ранняя хлеба, это зимы, и это яровой ячмень, который, к сожалению, еще и яровой ячмень сеялся в поздние сроки. То есть условия для образования полноценных сходов были крайне неблагоприятны за счет того, что было сухо, было очень жарко, и, в принципе, сеяли почти в сухую почву. Такая ситуация на южной стране. Так, с ситуацией более или менее мы разобрались. То есть климат действительно сыграл злую шутку с аграриями. Погода, погода. Хорошо, погода сыграла злую шутку с аграриями, но каковы наши перспективы на этот, на 2018 год? Следует ли ожидать там, что пойдут буквально через две недели дожди, и все исправится? Или дожди пойдут, но ничего не исправится, или дожди не пойдут и станет еще хуже? Вы назвали все варианты возможные. А вы скажите, какой более вероятный? Значит, более вероятный. Сегодня мы имеем 24 мая. После всех этих температурных качелей, которые испытала Украина, вот начиная с января месяца, погода как бы вошла в климатическую норму. Это уже хорошо. То есть температурный фон сейчас соответствует климатической норме, но как бы чуть повыше. Сегодня вам ни один суперкомпьютер не скажет, будет ли 2018 год теплее 2017. То есть в целом, если брать. Ну, на ближайшие дни, вот 10 дней, значит, что мы будем иметь? Мы будем иметь не особенно жаркую погоду, но и без существенных дождей. То есть эти две недели, которые в жизни ранних зерновых играют ведущую, определяющую роль в будущем урожае, они будут, я бы не сказала, что крайне неблагоприятными, но все-таки неблагоприятными для формирования высокого урожая. То есть отсутствие осадков полноценных, которые прогнозируются вот на ближайшие 10 дней, оно сыграет свою черную роль, так сказать, в создании урожая. То есть мы не можем рассчитывать по югу на высокий урожай. И последний к вам вопрос. Вы уже говорите, что нельзя пока спрогнозировать на 2018 год, но может вы там ретроспективно глянетесь на предыдущие там 4, 5, 10 лет, и скажете, вот начало 2018 года в сравнении с температурой там предыдущие годы. Чем-то особенно выдающийся год или такие засушливые годы уже случались раньше? Нет, ну засушливые годы это для нас климат, понимаете? То есть у нас ежегодно, у нас по климатической норме годовой в Украине ежегодно для хорошего урожая не хватает 100 миллиметров осадков за год. И рассчитывать на то, что этот год будет особенным, то есть у нас будет много осадков, не приходится, потому что тенденция такая, что температура повышается, а количество осадков годовых, оно или не меняется, или если увеличивается, то незначительно, и эта прибавка седается высокими температурами. К сожалению, такие тенденции. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Татьяна Адаменко, начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины. Это радио Крымреалий. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове и 044 490 31 18, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10.00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крымреалий. Возвращаемся в студию Радио Крымреалий. С нами на связи Юрий Лупенко, директор Национального научного центра Института аграрной экономики, академик Национальной аграрной академии наук. Юрий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот российский глава Крыма Сергей Аксенов заявляет, что у них там убытков на миллиард рублей из-за майской засухи. По сообщениям информагентств на местах 40% возимых и 60% яровых находятся под угрозой. И вот, скажите нам, это правда, что вот только климат виноват, только вот такая вот неудачная засушливая погода? Или все-таки играет свою роль отсутствие водоснабжения? Или наоборот, водоснабжение, на самом деле, даже если бы и было в стопроцентном объеме, ни на что повлиять не может? Доброго ранку, шановные слухачи. Хотел бы призначити, что Крым никогда не относился до зони достатнього воложения, и врожаи завжди залежали на півострове от уровня опадов и от поставок воды, про которую говорил наш шановный ведущий. Частково это компенсировалось завжди через полив, через надходжение води, по взрослому системе, но без воды в условиях Крыму, без полива, без взрослого земля забезпечить нормальный ревень врожаю тяжело. Это касается и зерновых, и если выраховываете, что погодные условия этого года действительно несприятны для взрослого этих зерновых культур за недостатком вологе, то отсутствие днепровской воды в Крыму, вона будет визначальною мірою вплине на результаты господарювания и субъектов, которые посеяли, зерновые. Тобто, отвечая на ваши вопросы, прямо, безумовно, цитрата зумовлены и нестачу воды, или не поставка днепровской воды на пивостров. Хорошо. А есть ли какой-нибудь способ, более, ну, во-первых, теоретически возможный, а во-вторых, практически осуществимый, исправить эту ситуацию, или в буквальном смысле приходится ждать у моря погоды? Ну, важко найти для Крыму альтернативные джерела воды, которые достатне были для восстановления этих площадь взрослых земель, которые были в них раньше, то есть, когда работала взрослая система, находила Крым вода в Днепр. Это может быть на нашу думку лише изменение структуры в производительства на пользу посухостейких культур, это может быть альтернативные джерела энергии в каких-то обмеженных ресурсах, но в масштабах, в которых сельское господарство культивировало в Крыму до анексии, его тяжело обеспечить водой без днепровской воды. И не випадково цей днепровский канал, северо-но-певищно-крымский канал, он не випадково был побудованный, потому что без води сельское господарство Крыму не могло нормально развиваться. В Киевском научном центре Институт аграрной экономики прошло заседание круглого стола, на котором обсуждали современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства в Крыму. Будут ли какие-нибудь практические рекомендации этого круглого стола для украинской власти на будущее? Например, вы уже говорите о сухостойких культурах. Или это пока только первая попытка нащупать видение, что же там в Крыму без воды? Действительно, мы провели круглый стол в институте, где обговорили национально-науково центре Института аграрной экономики, где обговорили проблемы развития сельского хозяйства Крыма, неизважившись на что Крым национально-науково и для того, чтобы мать полное выявление про ситуацию, которая там проходила, что там происходит в сельском хозяйстве. Мы, в этой резолюции поставили вопрос о необходимости мониторингу ситуации с разных джерел и выявление специально-программы взагалом сталого развития Крыма на засадах национально-передигма сталого развития Украины и галузелых программ таких на самых важливых напрямках, в частности риск Крыму, виноград и так далее по різных таких найбільш актуальных культурах для этого для того чтобы как случится деокупация Крыма иметь практический план заходов для восстановления ситуации для подальшего развития сельского государства Крыма Мы эту резолюцию направили в органы влады насколько мне известно Министерство ведомства отримали доручение подготовить свои пропозиции щодо реализации такой резолюции А вот теперь к вам такой вопрос мы в эфире нашей радиостанции не раз и не два обращались к проблеме нехватки воды на территории полуострова и все ну ладно все большинство экспертов заявляют что такими темпами которыми используются подземные воды рано или поздно в условиях нехватки естественного естественного поступления вот климата неблагоприятного и в результате отсутствия днепровской воды произойдет засоление почв вполне возможно что уже в ближайшие годы на севере Крыма случится экологическая катастрофа связанная с отсутствием пресной воды и тому подобные вещи вот по вашему мнению может ли нынешняя российская власть загубить сельское хозяйство хотя бы в северном Крыму настолько что там вообще ничего не будет расти и после того как Крым вернется под контроль Украины можно ли будет исправить эту ситуацию или это уже все с концами про те изменения которые вы говорили они происходят не за один риг два но если этот процесс будет продолжать долго то эти изменения действительно могут стать невидвольными зворотными насколько мне известно в Крыму не достаточно даже питной воды а про воду для полива это говорится уже не доводится и трагичные наследки про которые вы говорили там экологические они могут быть но это зависит от тривалости неэффективного использования водных ресурсов которые засолены насколько долго будет это засоление до речи если брать историю то все-таки Днепровская вода приходила своего часа в Крым пришла в Крым на засоленную землю но так или иначе потом мы имели достаточно пристойные высокие оружия в Крыму особенно на взрослые земли то есть вы настроены оптимистично и если ничего не произойдет экстраординарного то с возобновлением работы северокрымского канала сельское хозяйство в Крыму можно будет возобновить сельско-господарство если этот период будет не продолжим мы надеемся что справедливость все-таки утвердится и Крым повернется в Украину и Днепровская вода также с этим прийдет Крым и сельское господарство Крыму отновить свои потужности свою частку в виробництві сельско-господарственного баланса сельско-господарственной продукции и загалом эти вопросы сельско-господарственного не имеют широкое значение в плане занятости населення в плане доходности и эти втрати сьогодни начинали сегодняшний разговор они будут значительно меньше потому что взрослой земли меньше залежат от погодных умов и не стачи дощу что ж большое вам спасибо за ваш мнение напомню нашим слушателям что с нами на связи был Юрий Лупенко директор национального научного центра институт аграрной экономики и академик национальной аграрной академии наук если вы что-то упустили заходите на сайт Крымреали читайте наши материалы смотрите прямые трансляции эфиров пишите нам в твиттере предлагайте свои темы программ а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд как обойти блокировку Крымреали не удается получить доступ к сайту Крымреали скачайте и установите программу псифон через поисковик на компьютер или смартфон когда соединение установится заходите на нужные сайты через обычный браузер Крымреали крымчане имеют право знать возвращаемся в студию радио Крымреали с нами на связи Сергей Гапон старший преподаватель кафедры географии ТНУ имени Вернадского Сергей здравствуйте здравствуйте мы тут обсуждаем в очередной раз наболевшую проблему воды в Крыму только теперь со стороны сельского хозяйства Сергей Аксенов посчитал приблизительно российский наместник что уже миллиард рублей получил Крым убытков аграрий из-за того что в мае не пошли дожди наши эксперты климатологи говорят что в ближайшее время прогноз неблагоприятный вот по вашему мнению может ли случиться такое что Крым останется вообще без воды из зоны экологического бедствия и о чем говорят некоторые алармистские блогеры придется даже отселять часть населения из северных районов Крыма или все-таки ситуация с водой позволяет более-менее оптимистично смотреть в будущее ситуация с водой такая что хватит для питьевых нужд в лучшем случае если использовать местные ресурсы то есть ту воду которая приходит с атмосферными осадками и для людей которые живут в горном Крыму в предгорном воды скорее всего хватит и на ближайшее время тоже если рассматривать воду для питьевых нужд для северного Крыма то ситуация проблематична и даже на питьевые нужды воды уже не хватает и люди пьют воду очень плохого качества если рассматриваете воду на сельское хозяйство то Крым испытывает ее недостаток и всегда испытывал именно поэтому был построен северокрымский канал еще в 60-х годах после того как Крым перестал получать воду с северокрымским каналом на сельское хозяйство воды катастрофически не хватает и скорее всего сельское хозяйство будет идти только на убыль и убытки связанные с недополучением продукции сельскохозяйственного назначения это будет далеко не новость каждый год для крымчан есть ли какие-нибудь способы избежать такой ситуации например вот мы знаем нам часто ставят еще более засушливые и менее плодородные Израиль в пример что дескать если наладить полив с помощью капилляров то вот можно добиться некоторых успехов вот такого рода такого рода это проекты или прожекты удастся ли их в нынешних крымских условиях реализовать или нет все что нужно знать про такой вид орошения что это очень и очень дорого и должна быть обеспечена технологиями так как развитие технологий в подобных условиях в которых сейчас оказался полуостров весьма проблематично то действительно как вы второе сказали это скорее всего такие проекты ради проектов и их прямая реализация которая непосредственно если можно людям что-то обещать то это только обещание реализованную они будут маловероятно так как в первую очередь все будет и тратиться в деньги а развивать сельское хозяйство и нерентабельные продукции когда килограмм любой продукции будет стоить в 10 раз дороже чем на соседнем материке это просто похоже на сказку есть ли есть ли какие-нибудь другие способы кроме капиллярного рожения может быть строительство станций по опреснению воды может быть бурить более глубокие скважины или это все на самом деле что-то вроде гомеопатии а единственное эффективное лекарство это северокрымский канал насчет бурения скважин это все возможно но уже идет катастрофическое засоление воды идет подпитка с моря и вода становится непригодна не то что для сельского хозяйства даже для питьевых нужд и если это решит проблему то решит на очень короткий срок а в далекой перспективе даст в прямом смысле слова экологическую катастрофу если говорить о какой-то мифической переброске воды с территории Российской Федерации это тоже проекты которые больше для красивых слов если говорить про опреснение получение воды из воздуха и так далее это все идет речь о десятках сотнях кубических метров воды то есть это для питьевых нужд небольших поселков по возрождению сельского хозяйства никакой этот проект близко не говорит это можно получать воду на Марсе но стоимостью будет миллионы а получение продукции будет совсем нерентабельным и действительно северокрымский канал это единственное реальное решение которое может помочь Крыму справиться с питьевыми нуждами и развивать свое сельское хозяйство и которое будет конкуренто способным сельским хозяйством мировым европейским но последний вопрос то есть вы полагаете что экологическая катастрофа все-таки случится и если да то будут ли отселять население по вашему мнению есть ли какие-нибудь такие сопоставимые ситуации или Крым у нас уникальный регион в этом смысле Крым во многом уникальный регион но с точки зрения пресной воды не такой уж уникальный экологическая катастрофа она потихоньку развивается действительно на северных участках нашего полуострова так как люди уже пьют воду плохого качества и дальнейшее развитие ситуации в том русле в котором она развивается сейчас будет приводить только к тому что качество воды будет постоянно ухудшаться год из года про сельское хозяйство мы уже можем даже не вспоминать о питьевых нуждах говорим и говорим что у людей есть большие проблемы в таком случае что нужно делать нужно возвращать под свою юрисдикцию и давать людям воду чтобы они не испытывали этих бедствий а при нынешнем развитии ситуации действительно ничего хорошего их ожидать не может и стагнация и возможно даже и отселение про это действительно говорят и это вроде бы звучит как какая-то ужасная история но эта история с каждым годом становится все ближе и ближе что ж большое вам спасибо за ваше мнение Сергей Гапон старший преподаватель кафедры географии ТНУ имени Вернадского ни в коем случае не переключайтесь скоро вернемся в эфир спасибо за ваше мнение спасибо за просмотр